И так, всем привет, с вами Допгэм, продолжаем играть за левый гаминьдань, национальное революционное правительство у нас уже сформировалось, большую часть Китая мы контролируем, но далеко не всю, так что вы обязательно подписывайтесь, если вдруг еще не подписаны, а мы уже продолжаем освобождать рабочих Китая за миска риск и кошка-жена поехали. И нам получали мы дебафов, на самом деле, после объединения, вот этот особенно неприятен, ну и конечно экономика тоже очень неприятна, но сейчас начнем восстанавливаться и начнем становиться только сильнее, только выше, только дальше, поехали. А вот и Шан Дон Клика пала, начнем ее потихонечку сейчас интегрировать, и сейчас пойдет, я думаю, Шан Кси следом. Нам параллельно давали лентиза на кучу дивизий, это прекрасно, будет у нас готова еще одна армия. Мы можем отправить помощь в Индокитай, да, 100%, можем, либо кучу, я хочу отправить кучу, 1000 менток, 50 артиллерий, саппорта, братья, освобождайтесь. Вот этим ребятам бы тоже на самом деле помочь, хотя конечно они тоже, типа они просто за независимость, они не совсем левые, но они все время могут стать левыми, так что посмотрим. Ну и начнем, наверное, с политических и экономических решений, будем, у нас Конгресс второй происходит, армию тоже хотелось бы улучшать, но пока не так срочно, я думаю, мы прямо сейчас воевать не будем. А вот и Шан Кси, которые присоединяются, и рабочие освободились, это прекрасно. Так, огромная амбиция новой республики, мы обращаем мечты в реальность. Проблема с языком, китай должен быть объединен, так или иначе, верно. Кстати говоря, беремся, да, и он поможет нам с сопротивлением и даст нам оперативников. Ну и повысит, конечно же, влияние у тех, кого мы хотим пропустить в большинстве. В большинстве, кстати, да, именно и среди партий, они имеют самое большое влияние у нас, тоталисты сейчас, но не абсолютное большинство. И, к сожалению, у нас куча, видите, тут имеется промышленности, военных водов очень много, но развить нам особо нечего. Да, и так, плюс радикализм, тотализм сюда, национальный гимн, интернационал, смотрите, что мы можем взять. Да, давайте так и возьмем, тотализм, синтакализм и радикализм сюда. И марш объединится, мы должны освободить Китай, несмотря ни на какие цены. Да, ну фактически несмотря ни на что. Смотрите-ка, ребята там организовываются. Наш Тай Чунг Финг начинает свою, так сказать, эту сеть на весь Китай распространять. Президент еще не знает, что его авторитарное правление немножечко грызется. И у нас есть очень много работы, да, это правда. Тоже экономика, наверное, заняться, но сначала возьмем обязательно слот. Слотов нам следовательских не хватает, четвертый будет очень кстати. О, и смотрите-ка, реформированная военная сила. Неплохо, неплохо. Мы убрали один дебаф. Вот этот, вот этот другой. А это что, все это полностью уберет вот этот дебаф. Хорошо, вот это мы еще нажмем. И на шарме будет полностью очищено от влияния вот этих вот старых проблем. Конечно, на самом деле, именно если рассматривать с точки зрения эффективности, конечно, доктрин вкачать было бы получше. Но я думаю, достаточно логично сначала реформироваться, а потом уже вкачивать современные доктрины. Тем временем, мы, кстати говоря, можем сюда вот добровольцев отправить, одну из всего дивизии. Давайте отправим нашу элиту, нашу абсолютную элиту, вот каким-нибудь хорошим генералом. Ну, допустим, вот этот, он вполне себе хорошие статы имеет. Его задача там победить. И вообще, судя по всему, наша поддержка-то пригодилась тысячами только для такого конфликта. На самом деле, это не мало. Ну, и 50 арты, и топки, это считайте, ну, вот сколько в этой дивизии. Это вполне себе одна полноценная дивизия. Без шуток, вот, реальная. То есть, это солидно. Так, тут дянулся-то что-то. Согласимся, чтобы не двигаться слишком вправо. И начинаем пушить. Выбиваем их ресурсы. Просто, кстати говоря, выдать медали, я бы, наверное, и выдал. Но так вот, к сожалению, ничего нету. Ну, можно что? Дать, она, кстати, саблайконсамшин, наверное. И сделаем потом из этой дивизии нашу первую танковую какую-нибудь. Когда у нас когда-нибудь появятся танки. Там, кстати говоря, османы немножко воюют. В Индии уже полноценная война. Но, кстати говоря, в Индии побеждают наши ребята. В Испании также побеждают наши ребята. А вот здесь есть проблемы. Нужно отправлять туда добровольцев, я думаю. Нужно им обязательно помогать. Все, давайте отправимся туда не из самых лучших. Пускай они раскачиваются там. Я не очень уверен, что они смогут победить. Но шансы у них будут. Кстати, у нашего генерала Фиддмаршала 10 атаки раскачалось. Приятная новость, я бы сказал. Итак, получили. Надо избавляться дальше от этого дебафа. Давайте получим стабильность, политочка и самая главная скорость исследований. Нам очень нужно по ней как-то камбэкать. Исследований у нас очень не хватает. У нас нет ни воздуха, ни танков. И это при том, что, ну, у нас есть на всю эта экономика. Нам нечего строить. Казаверия, ребята опять высаживаются и опять летают. Это они, конечно, молодцы, но нам нужно добиться до хуя. Если у нас будет хуя, так называемая, тогда мы сможем добиться нихуевого прогресса. Иначе без припасов будет беда. Наверное, я хочу немножечко даже организовать мою армию, но у меня, видите, будет смещаться вправо на 10. Я этого не хочу, поэтому давайте пока что подождем. Займемся другими фокусами, наверное, я. Нам вот сюда военная экономика, кстати говоря, у нас там может появиться. Нам это все надо. И вот эти дивизии идут спасать Чикаго. Немножко поздновато, но лучше поздно, чем никогда. И нет, Чикаго пал. Но у нас все еще есть шансы его вернуть, на самом деле. И достаточно неплохие. А если уже вернем, то, конечно, будем дефаться. Но пока нет. Пока, судя по всему, Чикаго остается в руках чертовых либералов. С другой стороны, у либералов уже нет людей. И потихоньку они должны закончиться. Но здесь та же самая ситуация. Так что это война на истощение. Япония била войну Индо-Китая. Блин, вот это, кстати говоря, неудачно получилось. Иначе она должна была бы объявить войну, я так полагаю, как раз Германии. Это было бы забавно. А Индо-Китай, но она пробьет, я думаю, без особых проблем. Здесь ребята, как говорят, доделают свой... Ладно, не последний фокус, так что мы еще пока подождем. Там еще будет один военный завод с другой стороны. Но вот на этом все, да. То есть вот этот фокус и вот здесь еще военный завод есть. Но я думаю, можно будет интегрировать их уже после текущего. Ну и так, Япония здесь, конечно, без особых проблем пробивает Ндо-Китай. С этим ничего абсолютно не поделать, к сожалению. Можем только продолжать восстанавливать нашу экономику. Если говоря, Чикаго вернули, но я не думаю, что это сильно что-то спасет. Потому что дальше, видите, здесь, конечно, есть проблемы с тем, чтобы это все удержать. Если мы пойдем в Чикаго, то у нас потом, я думаю, окружат и выбьют все равно. Но у нас накопилось 200 опыта, мы можем сделать уроки войны. Мы, так сказать, домашнюю работу делаем и... С дивизией, кстати, можно сюда куда-то отвезти, попробовать, по крайней мере. И избавиться от дебафов финальных. А нет, все, эти дивизии можно возвращать. К сожалению, война в Ндо-Китае проиграна. Если говоря, все, еще есть вот эта вот проблема. Нечасые у нас договоры, наша экономика просто так продается. Это грустно. Это действительно грустно, чтобы как-то избавиться, но пока нельзя. Ну, кстати, эти дивизии могут сделать некоторую жесть, потому что они хорошие. Другой вопрос, что их здесь могут просто в один момент окружить. А потому я решаю, что нам надо покинуть эту территорию и отойти куда-то вот сюда, наверное. В принципе, отступать с боем для меня, наверное, было бы не так плохо. Потому что мы в целом статы имеем хорошее. Максимум просто ресурсов вот отсюда выбить. В теории они по ресурсам могут проиграть. А вот и французские изгнанники начинают участвовать. Да, в Италии гражданская война, Европа зажглась всеми огнями. Посмотрите, остался последний дебаф. И давайте восстанавливаем национальную экономику. Потом пойдем уже до военной. И что тут у нас? Родсоциализм. Либо вот сюда пойти. На, влево надо чуть-чуть двинуться, чтобы потом можно было армию дореформировать без страха. Можно отправить еще от Аташи во Францию. Вот, фармить этого опыта, но и чуть-чуть им помочь. Да, и вот Япония, кстати, напала на Германию. Началось. И вот и Россия тоже подключилась. Это все мне понятно. Мне только единственное, надо успеть исследовать побольше воздушных техов, чтобы сделать хорошие самолеты во время. Ну и слишком тяжело. Эти ребята не могут выдержать, нам нужно подступать дальше. Потому что иначе мы рискуем быть окруженными. Окруженные даже наши дивизии проиграют. Нужно как-то пытаться укрепиться. Им не хватает, по сути, именно людей. Им надо просто повысить мобилизацию. Надеемся, что Ишка это сделает. Ой, у нас тут пошли новые кнопочки. Смотрите-ка. Это у нас миссия. Ага, нам нужно делать все фокусы и 113 фактори получить в конце. Это чуть не так просто. Но давайте начинать. Начнем с цивок, конечно же. Будем нажимать кнопочки. Смотрите-ка, что-то интересное. Какой у нас инцидент. Я так понимаю, жена нашего Ванга чем-то там занимается. Ну и что мы делаем? Поднимаем тотализм и радикализм, конечно. Можно купить, смотрите-ка. Цивку. Но это за... Это по поводу у нас опиума? Нет. Мы должны, конечно же, разбираться. Точно нет. Это не зло. Необходимое. Это зло, которое надо истреблять. Опиума в нашей стране не будет. И наша армия все растет. У нас составлен шарами 84, пехотная дивизия. И еще больше на подходе. Теперь мы все границы наши крепили. Везде безопасно. Порты тоже. Мы готовы к любой угрозе. И, к сожалению, красные в Америке проиграли. Осталось лишь вот такое сражение. Но обе эти страны уже для нас, можно сказать, негативные. Отправить можно три дивизии в Францию. Пожалуй, именно это я и сделаю. Попробуем там что-то сделать. Не знаю. В Францию. И вот сюда тоже. Сейчас позасылаем все, что можем. Нам нужно мировую революцию спасать как угодно. Ну и вот мы доходим до военной экономики. Прекрасно. С этого момента у нас экономика прям будет хорошо раздаться. Единственное, все еще у нас проблема этих чертов и договоров, которые нам мешают. Я не уверен, почему мы, революционная правительство, с ими все еще связаны. Ну, допустим. Ой, у нас здесь открылись еще новые решения. Потихоньку мы делаем фокус. Открываются у нас новые решения на постройку. Снова я только отсыпки строил. Но теперь, после вот этого фокуса, как раз таки, у нас появились решения на военные заводы. Поехали их делать. Индустриализация, конечно, проходит очень весело и очень быстро. Даже скоро мы еще доделаем технологии, я думаю, истребителей. И начнем делать их и вместе с штурмовиками. А там и до танков недалеко. Осталось только как-то задефать здесь наших союзников теоретических. Поправляем ребят здесь помогать на фронте. Здесь очень активная битва. Но я думаю, шансы у нас спасти этих ребят есть. И вот мы реформировали нашу полностью армию. Отлично. Делаем этот фокус и пойдем уже качать нашу армию. Нам нужно улучшать то, как мы помогаем нашим друзьям. Они все-таки нам тоже помогали. Это стоит признавать. Очень немало они нам закидывали разные поддержки. Нужно им отплатить за это. И что? Правильно. Опять радикализм. У нас его уже сколько? Давайте посмотрим. У нас все должно быть очень много. 90%. Не знаю, на 100% что случится. Либо мы уже может какой-то превысили порог. И все уже и так случится. Кто знает. А вот и делаем первостребители. Они не супер хорошие, но какие есть. Позже, когда докачаем все, будет получше. И вообще, давайте, знаете, вот сюда еще дойдем. Здесь что-то с коалициями. Но это такое. А, ну вот. Марш, Манчжурию и Фонтянь. Это то, что нам надо. Самое главное здесь. Комплайнс, стабильность и скорость исследований. Надо тоже брать. И да, наш девиз здесь очень, я думаю, немало делают. То есть, вот видите, они вообще до последнего стояли. И даже удержали таким образом провинцию. Ресурсы Германии. Мы здесь должны, я думаю, вот это выжимать потихонечку нормально. А, смотрите-ка, зерно вопрос. Мы должны... Да, на войну обязательно налоги на зерно требовать. Ради поддержки тотализма. Сто процентов надо. Мы можем давать себе производство резины. Это, кстати говоря, круто, на самом деле. Действительно полезно. Но начинаем с цивы, конечно. О, и смотрите-ка. Он объявил, что в течение года он начнет освобождение. Хм. Казовка к обороне у нас появились решения. Нам вообще димализацию говорят сделать. Ну нет, мы сами начнем войну, поэтому димализация не нужна будет. Нормально. Так, и кстати, алюминий, да, нам тоже пригодится. Но цивки приоритетнее. Я думаю, сюда уже пересылаем наших генералов лучших. Это как раз-таки, наверное, вот эти ребята. Ставим сюда фельдмаршал, тоже нашего лучшего. Это, конечно же, 10 атаки фельд. Это прекрасный фельд. И у нас где-то был на 30 капастей генерал хороший. Это не он. А, я, видимо, сделал фельддом. И переделываем армию, чтобы поевать с Макликой и с Фэнтянем. Здесь уже у нас, да, останется гарнизон, как и было задумано. Поэтому мы сделаем вот это вот, чтобы у нас КБ появилось побыстрее. Нам нужно за 70 дней напасть. Я сначала сделаю вот это на комплайн стабильности исследования, а потом начну реформировать армию. В целом, я думаю, мы успеем все равно все. И вот оно, мы национальное правительство. Теперь делаем нашу национальную революционную армию вновь великой. Ну и давайте обвинем войну, я не вижу смысла нам. Так, кто у нас союзник в нашем арене, так я полагаю. Я не вижу смысла нам массироваться вот так вот. Поэтому объявляем войну. Эти ребята все еще дообучаются, да, вот этих бы тоже, конечно, добить. А, ну они на нашем арене, как объявили, окей. Нормально. Можем, в принципе, попробовать их оборону на вкус. И по ощущениям она не очень вкусная для нас. Пока что посидим, подождем. Ну и попробуем сейчас сконцентрированным такими вот боевыми действиями, атаками пробиться. А плюс сейчас у нас дебафы на атаку потихоньку будут проходить. Буксами мы их убираем. У нас уже атака равная. Кстати говоря, если бы мы не имели дебафов, мы бы по ним даже критовали, мы уже можем их сломить. И просто переломать их всю армию. Но мы ее сможем полностью разбить после дебафов. После убранных дебафов. И да, вот мы сделали брешь в этой обороне. И сейчас будем ею вовсю пользоваться. И вот таким простейшим образом разбиваем их. Можем нажать галочку на самом деле. И просто сейчас будем продолжать методично потихонечку душить. Душить, душить и не останавливаться. Может даже что-то успеем окружить, хотя это не факт. Ой, смотрите как. У нас есть перебежчик, который хочет, чтобы мы ему заплатили. И за это он сбежит. Нет, нам не нужны предатели. Как говорится, что помешает ему предать потом нас. Нет, мне это не интересно. Мы забьем его. И потом накажем его за предательство. Потому что он должен хотя бы был воевать честно. Итак, сомерить часть обороны. Можем, наверное, немножечко зачилиться. Направить опять планирование. Сейчас вот добьем как раз такие дебафы до конца. И продолжить наступление. А вот и первое окружение подъехали. Во-первых, такие, я бы сказал, нормальные. Дивизии, да, не могут особо ничего сделать. И смотрите-ка. Долги и выплаты, не знаю. Хотя я бы сказал, расплата, наверное. И он... Это не он, ладно. В любом случае, да. Радикализм берем, да. И нам говорят, что вначале все радовались, что мы их освобождаем. А потом говорят, что мы несли им только смерть. И вот эти вот проблемы в обвинениях в контрреволюционности, в общем-то, в реакционерстве. Короче, во всем плохом, да. И нужно решить, что с ними сделать. И мы, конечно же, выберем тоталистов. А вот и наша авиация начинает работать здесь. Пока что эффект будет небольшой, но он потихоньку будет набираться. И продолжаем качать нашу армию. Скоро мы, кстати говоря, доделаем этот квест на... Я думаю, на индустриализацию. 113 факторис. Ну, у нас как раз скоро это будет. Мы встроимся, мы делаем фокусы, решение нормально. Смотрите-ка, что-то тут пропью. Покажем ему настоящее... Настоящее величие социализма. Ну, типа того. О, и на нас напала Япония. У нас закомплитился фокус... Вот он, War of Resistance. Дался ли нам дебаф? Точнее, баф... Да, дался, прекрасно. Ну, слушайте, японцы. Вы, может, это не слышали, но тут уже как бы это занято. Есть такая информация от знающих людей, что вам тут это беды дают. Так что, мне кажется, вами выбрана, как говорится, неверная дверь. Клуб анимешников выше... А, вот, кстати говоря, какая граница у нас не прикрыта. Что я могу на это сказать? Давайте сделаем так. Это что же японцы, да. Это тоже японцы. Сделаем как-то вот так, но там, на самом деле, будет побольше. Ну, и тут только с вот этими ребятами что-то тоже сделать. Остальное как бы разберемся. Да, японская, китайская война вторая. Не б смогли-ка, на самом деле, разобраться побыстрее. Но решения у меня на это нету. Политки у меня, на то, чтобы сделать ничего нету. Говорят, эвакуироваться. Эвакуация? Вы что, шутите? Мы будем биться и побеждать? Японцы пожалеют, что они подумали, что у них есть силы на то, чтобы победить Китай. Очевидно. Ну, давайте продолжим все это в следующей серии. Началась война с Японией. Ну, стало понятно, кто там за фунтянием. Говорится, стоит. Недаром у него какой-то японский баф, как говорится. Да. И с вами был Дуб Гай. В следующей серии мы отобьем агрессию японцев. И, я думаю, уже полностью установим Китай. Ну, обязательно ставьте лайки, комментарии, твиттер, скрутбусте. Все, как обычно. И до скорых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok